Возмездие за грех смерть Возмездие, говорит апостол Павел Что означает слово грех и слово смерть Смерть в каком? В том понимании, которое люди понимают Умер на кладбище или что-то другое Возмездие за грех смерть Первое, это пол стиха Что оно означает? Это имеется в виду духовная смерть Это не имеется в виду телесная, когда человек умирает И потом, что воскресенье Это уже в этой жизни Это закон Божий Или это можно избежать? Или это для всех? Это закон, это нравственный закон Бога Это наказание Для всех людей Абсолютно правильное понимание Все согрешили, Павел говорит И все решили славу Божию Нет, чтобы родился человек, это безгрешный Безгрешный Давыд говорит Во грехах я зачат В беззаконе я зачат, а во грехе родила меня мать В самом 50-е Книга Ева, 14 глава, 4 сии говорит так Может ли кто родится чистым от нечистого? Точка Не один Мы в это верим Адам с Евой согрешили И грех этот наследственно переходит к каждому Почему? Потому что все умирают Адам-то был бессмертный И раз все умирают, значит все согрешили Грех первородный И грех, который мы уже сами совершаем в жизни Возмездие за грех смерть И поэтому, если мы с этим согласны То должны подписать себе приговор Эпикрис Как бы такой случай был Это уже не священное писание Когда прочитал один человек Вот так И говорит, жена, так мы погибли совсем-то Да Ну согласен Так и выхода нет И выхода нет И он читает дальше Читает Евангелие дальше И наконец говорится о рождении Иисуса Христа Наконец говорится о том, что Христос проповедовал Говорится о даре Христос Взял грехи мира на себя И грех мира понес Христос Это вот есть такая картина Явление Христа народу Иванова Третьяковской галереи Он вот так простирает руку И он креститель Идет Христос Это Евангелие от Иоанна 1.29 Он говорит, вот Агнец Божий Агнец Игненок Который берет на себя грех мира Иоанн Златоуст говорит Ты усвой это и скажи, что Грех мира да А ты скажи, мой грех Он умер за меня И кровь свою пролил страданием на кресте Меня он искупил Вот это усвоение Присвоение Должно живо заговорить во мне Да, я смертный Я приговоренный После смерти я иду в ад Вот что интересно Я когда Евангелия еще не имел Родился в этой верующей семье Я знал, что я умру Это я знал И что после смерти я пойду в ад Это я знал А рай, рай это для каких-то для святых Меня никто не мог убедить в другом До времени Пока мне в руки не попала Евангелие И считая Евангелие Я увидел, что Господь умер за меня Христос понес мой грех Как безгрешный сын Божий Дальше говорит А дар Божий Жизнь вечная Во Христе Иисусе Господи нашему Вот это послание к римлянам Мусульмане больше всего не принимают Не любят Я разговаривал Я говорю, а почему Определенно не могу сказать Но по отдельным стихам Я уже нащупал Почему Я могу сказать Если хотите Так что хотела сказать Я могу сказать Если мусульмане Кто-то не ответил Я говорю, что я могу сказать Почему мусульмане не принимают Почему именно Потому что вы это разрешаете Дело в том, что они не смогли ответить на этот вопрос Потому что они Коран не хорошо знают А мусульмане, те, которые Коран хорошо знают Они не могут просто принять это Потому что в Коране сказано Что Иисус на самом деле Он не умер А он Я это знаю Теперь я эту часть оставляю Ладно, о Христе не будем Возмездие за грех смерть Коран признает это? Это да Теперь вопрос избавления от греха То есть Иисус умер Я извиняюсь Мир ему Но он не на кресте умер Не на кресте Сейчас я закрываю И мы не считаем Снова возвращаемся Возмездие за грех смерть Мы тут согласны Но согласны Это не точки соприкосновения А мы одинаково веруем Ну а как от этого избавиться? Я спрашиваю дальше Беседуя с мусульманом Я говорю Ты согласен с этим, что ты умрешь И я умру Вы согласились, что жизнь вечная И смерть вечная То есть это Парк пошел Как избавиться от этого? Дальше Объясняйте с вашей стороны У нас просто дальше За меня умер Христос Он понес мой грех Как огнец Божий С вашей стороны обеселье Как от греха избавиться? А с нашей стороны То, что у нас Бог Сам Единый Который создал всех нас Он нас любит И Он нас спасает Своей истинной Кораном Если мы будем Соблюдать заповеди Которые указаны им И жить по Его законам И будем любить Бога И людей И будем очищаться В этой жизни Мы спасемся И никогда мы не будем Нести людей И в этой жизни И в следующей Мы не будем страдать Все, понял Я понял Но соделанный грех Который был До него смерть Это закон Божий И закон Божий Бог не может отменить Он Можно Вы разрешаете? Да Я просто по ходу действия Я с вами общалась Я уже не знаю Мне хочется узнать Мусульманская трактовка Вот этого стиха Конечно Да Нет Игнат Тихонович А другие могут Вы тоже можете участвовать Я хочу узнать дословно Как трактуется Избавление от смерти От духовной смерти Значит в Коране говорится Что есть покаяние На арабском говорят И покаяние принимается Богом Это человек рассказывает В том, что он сделал Если не дабы Он решит Но Бог принимает Лишь тогда покаяние Если человек Правильно живет Определенный период Своей жизни Не справляется Это повтор Умер человек Но вчера Шли день Мне его не вернуть Я беседую с мулами В целом Группа мулы Там собирали И мне позволили Там сказать Это было в Ленинграде Я говорю Скажите К вам пришла Мухаммед К Мухаммаду Пришла женщина-блудница Он таких не принимает Я говорю Ну вот к вам сейчас пришла И она пришла От распутной жизни Как? Никак А Господь говорит Прощается Тебе грехи Почему? За ее грех Он взял на себя Вот для чего Баранов Принесло зерсту Бараны указывали Ну агнесы Указывали на Христа Это прообраз Прообраз Тень Вот на тень И ближе и ближе И наконец-то Внесило с тень Христос Ягненок Он взял грехи мира От Бога Этот план спасения И умер Я говорю Вы верите Что судь божий был Я переговорил Разговор с мулами Конечно верим Коран говорит Я тоже знаю Скажите А Кто судить будет А кто перед этим будет Вы согласны Что будет антихрист Над всем миром Писание об этом говорит Удивительное дело Они согласились Это в самом деле Говорит А кто И один говорит Конечно горе нам Если будет судить Сын Марьям Горе нам Писание говорит Увидел я на облаках Грядущих Сына человеческого Деяния И пророчество Даниила 12 глава И сел ветхи днями Перед ними были люди Перед ними огненные реки Но судят Это только один судья Бог Бог сам себя не может опровергать Это самое сильное Возмездие за грех смерть Вчера шли день Мне смерть Я блудник Я говорю К вам пришел разбойник Что вы будете делать Таких он не принимает Но разбойник Но он кается А Господь говорит Прощаются тебе грехи твои Ныне же будешь со мной в рай Почему Потому что этот грех Закон Божий восполняет Возмездие за грех смерть И как бы я ни говорил Смерть остается смертью Но вчера шли день Его не вернуть Не вернуть Покаяние идет за сегодняшний день Вчера шли грех Он уже отрезал меня от Бога И поэтому Сын Божий Берет на себя грех мира Это наша беседа А можно я один вопрос задам Отец Игнати Представьте себе Что одна женщина Или мужчина Очень сильно Прерыводействовала Сгрешила И на следующий день Бог ему дает озарение И он идет Все свое поместье продает И раздает нищим Огромное количество поместья Понимаете На человек тысячи Как вы думаете Сразу же ведь Бог простит ему Этот грех Грех не прощается За соделанный сегодня Он грех вчерашний Он вчера его сделал А потом сделал Такое доброе Вчерашний грех Уже сконстанно Скупила ему все грехи Вот эти Внимательно смотрите Что он это сделает Добро Большое имение Раздаст Это его добродетель Но вчерашний грех Вынес приговор смерти Давайте так Я убил человека Меня арестовали Я сейчас даю указание Имение продайте Все Меня не будут судить За имение Меня будут судить За убийство Это в любом Законодательном Законе любой страны А Бог же милостивый Законит Милостивый Но он не может Против себя пойти Это закон Божий Возмездие за грех смерть Значит вы говорите Если бы Иисуса Вот если бы До милостива Мир ему Иисусу Я бил До Христа Все шли До него же были Другие пророки И тогда тоже люди грешили А тогда что бы Все ни один не спасся До Христа Все были Преисподним вместе А можно И в район тоже Так все хорошо Так хорошо Объясни Нет на этом Можно Я хотела Просто понять До конца Скажите пожалуйста И что же В заключение Я просто хочу понять Тот кто совершил Вчерашний грех Он должен быть Осужден Осужден Написано И каким образом Что Бат пойдет После смерти После воскресения Мертвых Он будет брошен Бат в огонь Тут с мусульманами Мы полностью согласны Абсолютно Нет Если не покаялся А еще Еще кое-что Если не покаялся Еще хотел кое-что добавить Можно я добавлю Да А даже если После своего греха Он работает Будет работать над собой Совершенствоваться А что Разве это не трансформация Внутри не произойдет Никакое Ничего не даст Давайте вернемся К закону Законы человеческие Стараются как-то Немного хотя бы Быть похожими На Божий закон Вот говорят А что такое Удержишься теперь Римское право Справедливость Требует Возмездия Я Сах Издал закон И закон этот Никто не может Изменить Я пока закрываю Библию Просто по-человечески Расскаждаюсь Он написал закон Если кто Возьмет взятку Вот тут написано На таможне Взятка Большая За продажу Оружия До 12 лет Тюрьмы Понятно Или штраф Разделся Разделся И бейте меня Я Матерю на вину Беру на себя Закон Никто не может Изменить Возмездие За грех Смерть И эту смерть Претерпел Сын Божий Христос На Христе Он взял Грехи мира В этом Весь смысл Он освободил Я сегодня Делаю добро Творю Вчерашняя смерть Осталась Что я делаю Это когда Смертник Я сидел В тюрьме Знаю И меня никто Не освободил А может ли Это возмездие Выразиться По-другому Никак Закон Нет Я имею ввиду Вы понимаете Не обязательно Конкретно Гореть в аду Он может По-другому Искупить Свою вину Никак Она не искупается Смерть Вынеслими приговор Смерть Никак Она не искупается Ни в одном Законодательстве Семира нет Я сейчас закончу Допустим Человека приговорили К смерти По закону А он говорит Ну назовите Какое добро Я могу делать Чтобы тебя искупить Нет такого Приговора Ему отрубает голову На этом все кончилось Повесили пирата На рев И все Он говорит А у меня золото Целый корабль Я отдам Ему говорят Смертный приговор Не за деньги Он уже все Ты приговорен Но какого рода Должен быть грех Чтобы за него Гореть в аду О Какой грех Он же может быть Разный Может быть ошибки Маленькие Маленькие Которые человек Может исправить По ходу Жизни своей Вопрос понятен Да Адам и Ева Возвращаемся Ева поверила Змею Больше Чем Богу Но Взяла плод С дерева Ну велико ли дело И написано Смертью умрешь В тот же день И Адам с Евой Духовно умерли Они еще живут 950 лет Они рождают детей Но смерть В каждой клетке Человеческий организм Считается Там Полтора миллиарда клеток Их никто не считал В каждой клетке Смерть В каждой До единой А можно избавиться Ну велико ли Взяла Да села И Бог Сказал Смертью умрешь Нам Никто не дал права Божий закон Под себя Делать Вот Бог Выводит и говорит Содом Гаморры сгорят Идите Идите И не оглядывайтесь Потому что она Вот повернулась В глину И сразу превратилась В стырьмной стол Ну можно ли Развернусь Нельзя Уже приговор вынесен Можно извините Я просто верю в то Что определенных людей Конечно Бог не прощает Потому что есть Куран И один ряд Что Бог Кого захочет Простит А кого захочет Не простит Это Его выбор Он знает душу человека В каком он состоянии Находится Вы то лучше меня знаете Есть люди Кого он не простил Да Но есть Кого он простил Живеть Ни одного человека И делаем Именно в Иисусе Еще раз повторяю Бог Никогда Никого Нигде Не прощает Затак Это закон Божий Возмездие За грех Смерть Что такое Затак Бог никогда Никого Нигде Не прощал Затак Ну просто взял Да и просил А я поняла Он возмездие За грех Смерть Это кто-то Должен Умереть За этот грех А кто Когда Все смертные Из-за этого Сын Божий Безгрешный Рождается Дема Мария Духа Святого И берет Грехи Мира на себя Тогда что происходит А тогда Происходит Гнев Божий Умирает Сын Божий И веру в него Я принимаю Получаю Жизнь вечную Знаете так А все люди должны Загнешьлись Поиск Отдавать Отец Игнать А нельзя Чтобы Он не страдал За нас Мы не верим В то что Он пострадал На кресте За нас Но просто Без веры В это Мы просто верим В то что Он был И вот Мы верим Что он Проковедовал Что он Во все остальное Мы верим В него мы верим Но не верим Просто что Он страдал Попрос понятен Такой был Писатель Герой Социалического Труда Чем Дизайн Матов И он написал Роман Плаха Мы сегодня Говорили об этом Его литературные Газеты Спрашивают Аристарк Скажите Вот вывели Главного героя Христианина Но вы же мусульманин А почему Главный герой Он говорит Мухаммад Многое сделал Доброго Но умер За человека За грехи Только Христос И редактор Так напечатал Так Это понимает Каждый Он умер За меня И кровь свою управлена Страданием На кресте Меня Он искупил Можно еще один Отцеп Вот очень Интересный разговор Это только с вами Какие разговоры Можно вести Потому что вы Знаете все Это Слава Богу Очень много Хорошо Мы с Мурстанем Уже сколько Говорили На этом Очень много Пророков Они тоже В Коране Об этом сказано Они страдали Ради Бога И тоже умирали И тоже Даже некоторые И на кресте Очень много Пророков В Коране Об этом есть И тоже Вот как Вы говорите Правда В Коране Скажут Что они Сми грехи Людей Вот тогда Почему именно Вы говорите Именно Иисус Только искупил Тогда давайте Скажем Что многие Пророки Искупили В грехи Людей Вот так Вопрос понятен Потому что Все согрешили Написано Решены Славу Божию И для этого Это безгрешный Сын Божий Приход Никто Никого не может Искупить Потому что Он сам К смерти Приговоренный Они сидят Все в камерах Так Образно Скажем В тюрьме Я был В камере Со смертниками Я заходил Туда Но другие Жи тоже Сейчас я закончу Никто Не может Из смертников Сидящих в камере Кого-то Освободить Эту вину Должен кто-то Заплатить Кто-то Умереть должен А кто умрет Когда он Сам грешник И для этого Божий План спасения Выражается Это в том Что с неба Дух Святой Через Деву Марию И Христос Рождается Безмужненно И он берет Вырос Когда вырос Взял на себя Грехи мира Оставив закон Он умер за меня Он Все грехи мира Взял на себя Вот агнец Божий Который берет на себя Грех мира Это картина Иванова А что это означает Взять грехи мира на себя Что это означает Что он взял грехи мира Это означает Любовь Божия С самым высшим напряжением Это то означает У мусульман есть Баранов Колят Там то другое Это образно Означает Что Ну был Такое вооружение Сказел отпущения И на него грехи Как будто В пустыне У волкам отводили Это в Ветхом Завете написано Это образное Приближение Понятия Сыне Божьем До времени Пророки Все говорили Умирали И шли в преисподние места земли Возмездие за грех Смерть Только вот это надо усвоить И все вопросы решены Смерть Вот это главные Постуатики Которые отвечают на судьба И от христиан Но это нас не как раз Не раз Я спросил Вы согласны Ответили Да согласны Как раз нас это и объединяет Нет Мы например Вот я например не верю Вы меня поймете Я просто честно говорю Я не могу поверить Что Иисус на кресте умер Потому что в Куране говорится Что Он умер По другому Я верю в то что Он пророк Я например не верю Что Он Сын Не верю От Вашей неверии что изменяет Куран через 600 лет С лишним Через 700 лет написаны А куда ждете Евангелие Куда нет откровения Отечественник Вы меня понимаете Считаете это ошибкой Нет 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 А можно Дело в том что Можно я скажу А можно Нет Богу я еще не говорила Не говорила Дело в том что Весь Евангелие Я люблю И очень-очень много читаю Это для меня свято Я всегда говорю Что Куран Евангелие Библия Тора И так далее Псалтирь Это от Бога Но мы то знаем Что там много Переведенного Человеков И вы знаете Что в Библии Есть такие стихи Все то что вы здесь читаете Помните Есть такая глава Она Вы дадите мне Напомните мне Смысл скажите Там говорится Что это перевод И перевод Никогда не может Не может быть Точень-точень Как оригинал То есть там Какие-то искажения есть Это Сырахов говорит Об этом Это не экономическая книга Спасибо То есть она Тонкость какую-то И языка может Смысл он здесь Передает И насчет Это не перевод И вот есть моменты Когда Там говорится Что например Иисус Это Сын Божий Вот например Или Там Иисус На кресте Умер Вот эти моменты Может быть Они неправильно Перевели все же Как перевод Умер Не умер Тут переводить Нечего Это совершенно Тут говорится О тонкости И я увидел Прелестное лицо Он говорит Прелестно Не употребляется В добром отношении Я увидел Прекрасное Он говорит Не прекрасное А облагороженное Вот в этом смысле Перевод Я перевозчиком работал Переводил Разные книги Там Я знаю о чем говорю А Господь Так не пошел Каждый Сам добровольно Должен принять Христа Своим спасителем И еще я добавлю К вашей беседе Господь говорит Я бодрствую Над словом Моим И ничего не надо То есть Вот эти вот Вот это время До пришествия Прихода Мухаммада Господь бодрствовал Над словом И оно Непреложно Вечно И неизменяемо Слово Вот умер на кресте Так и нужно понимать И так далее Скажите Прошло 600 лет Мухаммад Умер в 632 году После собрания Все воспоминания Написали Коран И вот сейчас Через 600 лет Кто-то пришел И сказал А Коран Это совсем Это неправильно Это неправильный перевод Мусульмане Не согласился с этим Акажется Согласился с тем Что Евангелие Переведено Мы по историю видим Можно я отвечу на этот вопрос Почему я не соглашусь Что Коран Неправильный перевод Потому что я знаю Библию И когда сравниваю Я смотрю Что Мухаммад Ничего нового не говорил Все те же законы Которые говорили Моисей Авраам Соломон Иисус Мирин И остальные Бог один-то И законы Все те же самые Но на разных языках Он на разных языках Людей Вы на разных законе говорите Да Я говорю О законе спасения Возьмите за загрех смерть Вначале я спросил Вы согласны Да согласны Теперь избавление От этой смерти Духовной Вы все правильно Ответили Где А я буду делать добро Добро я делаю сегодня Но вчера Что я уже умер Я мертвой рукой Это делаю Возмездие совершилось В тот же момент Адам Только взял Только Вот отпустил И сразу умер Духовно Он стал мертвецом Так человек Который Меня милиция не поймала Но я ехал И задавил ребенка На машине И закрылся Не помог Я уже преступник Меня закон даже не поймал Я уже преступник И теперь вот так вот Буду каждому милиционеру бояться Все согрешили Написано Все решили славу Божию Нет праведного Нет ни одного Наша праведность Которая говорит Я много имения раздал Библия сравнивает Знаете с чем Вся наша праведность Как запачканная одежда Перевозчики говорят Как подвязка Нечистой женщины Вот наша праведность Это праведность Когда я отдал все имение Я творю добро Я ухаживаю за больными Червей отгребаете Это как перед Богом Как грязная одежда Потому что Бог свят Бог чист Поэтому мы оправдываемся Жертвой Иисуса Христа Вот Дальше вторая часть предложения Говорит А дар Божий Дар Божий Даром данное Дар Божий Жизнь вечного Христейства Тут перевод никакой Не может по-другому быть Это надо просто Исказить Отбросить А можно я кое-что еще добавлю Я хотела просто добавить К этому Я разделяю Ваше То что вы говорите То есть С Алиночки Как бы свое мнение Ссылается на Коран Я Просто я всегда Прислушиваюсь К своей интуиции То есть в душе Я полагаю Ну Я Ни на что Не ссылаю сейчас Я просто Вы знаете Всегда Господь нам говорит Что Если вы на самом деле Хотите познать истину Прислушаетесь К своей душе И она подскажет вам Вот в данный момент Я прислушиваюсь к душе И она мне подсказывает Что То что Ну как бы Изложенное вами И как бы По вашему Священному описанию Это Я вот полагаю Что это так и есть Что так и есть Конкретно Что именно Как бы Христос на самом деле То есть умер Во имя Во имя Всех людей И Христе Да Ну как бы Не будем даваться Подробности Я просто Прислушиваюсь Своей души И я вот Говорю то что я чувствую Да Ну Я хотела бы сказать Другое Что помимо этого Я полагаю Что вот То есть Не обязательно Именно через Христа Я так же это ощущаю Не обязательно через Христа То есть Придти в Бог Да То есть Это может быть Какой-нибудь Другой путь Да То есть Не важно Это может быть Ислам Это может быть Какой-нибудь Другой путь То есть Вот Это Как бы Это стремление Служить Богу Может быть Какой-нибудь Другой дорогой Вы поняли Да Я завершу Можно я завершу Да И то есть Получается так Что если человек На самом деле Искренне верит Господа Искренне Поклоняется И служит Ему И на самом деле Работает над собой То на самом деле Он не попадает В ад Теперь посмотрим Что нам говорит Писание Священное Писание Перевести Попробуйте По-другому Апостол Павел Говорит так Удивляюсь Что вы От превзавшего вас Благодатью Христовой Так скоро Переходят и к иному Благовествованию Которое Впрочем Не иное А только есть люди 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 Смущающие вас И желающие Превратить Благовествование Христово То есть Вратить В другое сделать Теперь Но если бы Даже мы Или ангел с неба Там же Браил Или кто-то Стал благовествовать Вам не то Что мы Благовествовали Да будет анафема Как прежде Вы сказали Так и теперь Еще говорю Кто благовествует Вам не то Вот как вы сейчас Говорите Это страшные слова Не то Что мы Приняли Вы приняли Да будет анафема Дважды Это слово Четырежды Встречается Именно на этом месте Не то Я вам Пойдете не то То есть Если допустим Например Мусульмане То есть Если мы идем К Богу Этим путем То мы будем Что В Писании Я пока не И беру Мусульман Так получается А я имела ввиду Что Смотрите Хорошо Если что Я имела ввиду Другое Путь Бога То есть Это Ислам Или что-нибудь Посмотрите 412 Где она здесь 412 Да 412 4 вот 12 и 7 Где А 12 и 7 А Считай Слухи Ибо Ибо Нет Другого имени Под небом Данного Человеком Которым Нажало бы Нам Спастись Все Кроме Иисуса Нет Другого имени Нет Хоть как переводить Это полностью Отвергнутся Евангелием Полностью Полностью Отвергнутся Жертву Христа Извините А разве Христиане Имена других Пророков Не понимают Моисей Не понимают Мы говорим О спасении А разве Моисей Он не пришел Своим знанием Не спасал Нет В ад Все пошли До одного Как Отец Он не мог Спасти никого Бог его наказал Даже в обетонную землю Не дал Какой рай А вы помните 10 человек спасу Если ты найдешь Среди народа 10 Я из-за них Только спасу Вот эти все Это означает В этой жизни Только не побудет Мы же говорим О вечности Самиру Речи даже нет Это речь идет В этой земле Вот допустим Город Бог приговорил Проклятый Содом Ну кто бы не был Там Барнаул Или Баку Но Если найдется Там 10 праведников Господи Спасешь ты его Или нет В городе В городе Живущих на земле Чтобы огонь Не пролился Бог не стал отвечать Потому что Десятеры даже Не нашлось Все А мы говорим О вечности Теперь Относительно перевода Посмотрите Ну перевод я сказал Какая разница Это записано Евангелие от Иоанна 3 глава 36 стих Пока мы Десерываем Согласно Слову Божию Я плохо вижу Может почитаете 36 стих Амат Верующий в Сына Имеет жизнь вечную А не верующий в Сына Не увидит жизни Но гнев Божий Пребывает на ней Все Как можно переводить По-другому Какое искажение Слушай Сумер Еще раз 3.36 Евангелие от Иоанна Верующий в Сына Имеет жизнь вечную А не верующий в Сына Не увидит жизни Но гнев Божий Пребывает Я ничего не толкую Здесь без толкования Не умрите жизнь А мы мусульмане Все верим в Иисусу Как говоришь? Мы мусульмане Все верим в Иисусу Мы даже Мы Верующий в Сына Так как есть Который умер За грехи мира А не просто Я Сына признаю Который умер Грехи мои Взял и вознес Телом своим Это везде Писание говорит И кровью своей омыл Он кровь омывает Да Мы просто по-другому верим в Него Тогда все Писание Вообще Не надо говорить Что мы Его признаем Писание Надо решительно сказать Мы Писаем Там есть места Где говорится Что Иисус Пророком был Вот эти места Нет Пророк Это не отнимает От него То что он Был Только Иисус Там около Али Садема Адема Последний Мухаммед Все прислания Да Все послания Там не в Ангелии А все согласие Седьмой стих Почитаю слух Сейчас Первое послание Иоанна Первая власть Седьмой стих Внимательно Слух Значит Если же Отсюда Да Если же ходим Во свете Подобно Как он Во свете Живем Правильно Творим добро Все Да То имеем То имеем Общение Друг с другом То есть я к вам Приехал Вы ко мне Я вас приглашаю В гости Мы имеем Общение Друг с другом И дальше Да Ну а дальше Уже Идет такое Что Это уже Перевод И кровь Иисуса Христа Говорит Сына Его Ну это Да дальше Это перевод Да уже Я думаю Что В оригинале Кровь Без пролития Крови Нет прощения Грехов Павел Тут нельзя Тут не перевод Извините Вопрос один Это не перевод Вот послушайте Вот человек Согрешил Почемному Недавно Да Иисус Мир ему Он умер на кресте Как вы говорите Да Сын Божий И что вот Он этот Сразу очистился Только Когда примет Его сердцем Человек И говорит Господи Я признаю Написано Верующим Это даром Дар Божий Написано Даром Божией Жизни Нет Самиш В этом смысл Нет Зачем так Можно я скажу Это на самом деле Нормально Ты написал Все Здесь О Изумительном покаянии Изумительном Такой То есть Человек На самом деле Осознает Что Он Отдел Это не просто Изменить Мои грехи Обочие Нормально определенный Период Пожить По законам Бога По человеческой Чтобы доказать Что он очистился Не надо дня Господи Прости Разбойник Послушал Разбойник Говорит На кресте Висящем Господь Говорит Сегодня же Будешь со мной В раю У Бога Другой план Минуты Секунды Прости Господи А мы Кровью Христа Ты святой Ты только родился Для этого Крещения И ты из воды Вышел Другим именем И вышла Валентина Можно еще добавлю Есть люди Которые Не каждому На самом деле Дано Искренне Покаяться Есть Которые На 20% Это делают На 50% На 60% А есть На 100% Вот те Которые Могут Сделать На 100% Вы согласны Отец И вот тогда И очищение Происходит А если нет Это обман Один Просто Комары Оказывается Есть Так Я предлагаю Беседу Закончить Пока успокоимся И мы коротко Поблагодарим Бога Трех словах Хотя бы Так Мы коротко Поблагодарим Бога Господи Боже Наш Слава Тебе Великие законы Святая Библия Открывает Истину Твое И Святое Евангелие Я благодарю Тебе Что позволил Здесь быть Да вот Отсвящены Милоси Все живущие Здесь Господи Боже Наш Ты единый Спаситель Искупитель Хвала Тебя Отец Сын И Святой Дух Аминь Аминь Пока Последний Я учусь Добил Зарешение Такого Сдать Одного Зарешения Все три Курса В один Год У меня Все идет Как надо А в душе Там И вот Ивангелие Попалось Я в один Вечер Поверил И вернулся На корабль И сразу Начал Другим Говорить Совершенно Другой Что Нет Пишу Другую Биографию Отовсюду У меня Пошло И дальше У меня Вот так Вот Тюрьма Психиатрия Что угодно Я счастлив Полностью Во Христе Я искуплен И знаю Спасение Рай Открылся Через Христа За мои грехи Он умер Это мой Пришел Спаситель Божий Сын Я к ногам Его Прозерным С раскаянием Иду Грех Моей Крови Причисто Смыть Молю Да Смыть Молю У счета У счета Можете переводить Неправильно Но как это перевести Когда воскрес А другой Не воскрес Даже день недели Воскресенье Это же честь Господа Воскресенье Господа Много Самина Я хотел спросить Скажи Слово воскрес И умер Это разные слова Разные Конечно Воскрес и умер Да Умер в разных Консекциях По-разному Понимается Есть умер Духовный Есть физический Не важно Слово умер Трактуется Был и нет Ну да А воскрес Означает Был и есть Да Нет и воскрес Как можно Это перевести По-другому Это никак Это совершенно Новое учение Отвергающее Божественный план спасения Это Божий план был И отвергает То, что христиане Я говорю о спасении В грехе мира Христос взял на сироп Чем нужно говорить А вот женщина Хотела что-то сказать То, что христиане Отвергает этого Вот тот самый Который Вы говорите Что это То, что это Он В жизни Вот он Вольфился Богом То, что В финанских Коране То, что Оказывается Что Иисус Не в Христе Умер Он возьмёс Он возьмёс Вот этот перевод Это совершенно Раз Вы сейчас спрашиваете Что Умер Это совершенно Новая книга Написана не об этом Христе Этот Христос Умер Это о другом Христе Пишет в Коран Который не умный Как? Умер или не умный? Это как сказать Одно и то же Это не одно Это Божий план спасения Возмездие Это за грех смерть Он берёт на себя Умирает За грехи Всё очень просто Это Божий Ну ладно Хорошо Если вот Это мы оставим Одну и здесь Я мусульманах не говорю Зачем Я просто говорю Я просто говорю Я не корана Не трогаю Я не мусульман Закон Бога Для всех Это Я заметил Я открываю Это Не путем считать Людей Понимать Потому что Бог сказал Что Смотрите Как я вас Какие вы Все Разные Я создал Человека Один красный С кожей Другой черный Другой белый Смотрите Как этот Я Землю Как тоже Разного цвета Понимаешь Смотрите Что Сколько Это Согласны Полностью Речь Именно о грехе И об искуплении О грехе То что вы говорите Иисус Не может Брать Все грехи Человека Тогда вы знаете Можно я скажу Вы отошли Послушайте Вы не отходите Пожалуйста Нет Я тоже То что говорю Потом я забываю Я человек Тем более Немножко С костом Я Как-то С слабостью Бывает Вот Хочу сказать Что Тогда Каждый человек Считайте Что я Я Каждый день Буду вставать И согрешить Жить Своими делами И согрешить До Такого Что И потому что Скажу Что Вот я читала Книгу Которую На самом деле Он возьмет Иисус Возьмет все грехи На меня Только Единственное Сердцем Только Чтобы верить Что Иисус Нас Это В смысле Все Спасет И взял Мои Все грехи Я Тогда что будет Сейчас я поясню Вопрос этот уже задан был Он здесь написан Да Сейчас я прочитаю Вопрос вы задали Я отвечаю На другой день Сначала Просчитайте Что там дальше Я без очков Не вижу сейчас Я тоже У меня зрение Давайте я вычитаю Не надо Не прочитать На другой день На другой день Видит Иоанн Идущего к нему Иисуса И говорит Вот Агнец Божий Который Берет На себя Грехи Мира Я вот все Уход Иоанн Не знал Иоанн Наши 600 лет Узнали Ну что смеяться Это Это отмечает Тому Что впереди Просчитали Дата Грех мира Агнец Божий Берет на себя А теперь Вы говорите А вот если Он там согрешил А теперь Покаялся А теперь Опять вернулся Вот На это Тоже Отвечено Отвечено Принимает ли Бог Какое покаяние Сейчас Мы Просчитаем Послание Апостола Петра Вторая Второе послание Во второй главе Он говорит Были уже пророки И у вас будут Лжеучителя Которые ведут Багубные ереси А в чем ереси заключается Отвергаясь Искупившего Господа Навлекут Сами на себя Скоро погибли Отвергаясь Его А второе Все погибли Это уже было сказано А потом Все они Все мусульмане Во всех Все они принимают Про мусульмане Слово не говорить Нет Все они Даже не только Я мусульман Я всех По всему миру Сколько есть религии Они все принимают Иисуса Они должны принимать Потому что Бог един И Бог сказал Даже в последнем Книге Священном книге Куране Аллах говорит Что в самом последнем Багара Сура Багара Последние аяты Говорит Что Бетун Пегамбер Бог который Дал пророков Они все принимают Друг друга То что Аллах Понимаешь Един И мы все принимаем Иисус Принимает пророка Мухаммеда И Муса Все И так же Все пророки Понимаешь Между ними Разделий не ставят Вот так же Прямо написано Разделий не ставят А мы ставим Разделий Понимаете Не раздел Я ответ Вы знаете То что Это все тоже Это и к этому То что Вот Если есть Бешенство Что-то взять Какой-то капли Оттуда Понимаете Вот к нашим словам Это тоже что-то значит Что мы должны Вы знаете о чем Бог Говорит В Куране Священном Тоже это и есть Говорит что Вот Если они скажут Что А почему Эта Книга Пришла На арабском И пророку Мухаммед Скажите Вот То что вы верите Бога Спросите их Они все скажут Что мы верим Бога И Бог один Говорится В Куране Что Вот тот же самый Бог Который вы верите Вот тот же Самый Бог Послал В эту последнюю книгу Как вы можете Говорить Что я верю Бога И Бог един А как ты веришь Этому книгу И тому Который здесь пишется А почему Ты не веришь Тому последнему Книгу Который что там пишется Что вот это Завершение Это печать Которая Вот это все Книга Последняя книга Который с этим Только вот это Поставил печать Аллахваль Что Верь тому И последнему А то что здесь Все это В Куране Здесь Там нет Ничего Другого Здесь Не понимаешь Что Здесь Веси ты принимаешь Всего Принимай Вы знаете Я говорю Опять же А можно я скажу Сейчас подождите Спасибо огромное Я переспрошу Слова которые Библия закончена И которые вы сейчас Цитировали Через сколько лет Появились Не поняла Вот эти слова Которые здесь Написаны В Библии Вот Библия закончена Наших уже нет После последних Слов Библии Которые вы цитировали Слова Они через сколько лет Появились Это отвечает Куранка 1400 лет Там 1400 лет Там Назад Да Нет конечно Вот это вот Написано Где-то В 50-е годы Первого века А Коран В 7-м веке То есть Шесть столетий Так вот За шесть столетий Было сказано так Я так же Свидетельствую Слышащему Слово Пророчества Книги сей Если кто Приложит к ним На того Наложит Бог Язва Которых написано Если отнимет Что от этой книги Пророчества Бог отнимет Участие В книге жизни Через 600 лет Пришел Совершенно другое А пришел Я вам хочу Отвечать Сейчас на вопрос Допустим Мне закончился Аллах Если послал бы Ответ Он так захотел Мы должны думать Он так захотел Это он Бог Он все может Понимаете Человек Который верит Бога Он должен сказать Он все может Он на все Способен Я христианин Я говорю В Библии написано Что после этих слов Нельзя не добавить Не убавить Все Сама Библия заканчивается Если у тебя Библия Ты считаешь Ты выбор Не считай Но написано Не добавить Не убавить Я ничего не добавляю Я не Харан проповедую А Евангелие Теперь смотрите Вы сказали А если Человек согрешает Нет Я просто на ваш вопрос Я на ваш вопрос Будьте спокойны Сейчас скажи Нет Вы задали вопрос Извините Если человек согрешает А потом Опять как Хрисус Согрешает А на чем у нас получится Ваш вопрос был Пораньше немножко Ответ дается Вот он Второе послание Петра Вторая глава Он говорит так Прочтай-ка Субтитры Даже можно вот отсюда Пришла А они Вот они как Они как бессловесные Животные Водимые природой Рожденные На уловлении И истреблении Злословят То Чего не понимают Злословят А чего они понимают В ростлении Своем Истребляют Дальше потом До сих пор Считай дальше Они получат Возмездие За беззаконие Возьми То есть карму Они продают Удовольствие Во вседневной роскоши То есть Все надо больше Живу Пью Ем Что хочу То же самое Истребляют Потом дальше Что с ними будет То ли Сомники И осквернители Они наслаждаются Обманами Своими Пиршескими Освания Пир потом Глаза у них Исполненные Либострастия И непристанного Грифа Они Прищают Не утвержденные Души Сердце И утвержденные Души Которые утвержденные Писания Нельзя Собрать А нет Даже Пить Научат Курить Блудеть Наркотики Все-таки Сердце Приучено К любостяжанию Это Сыны Проклятия Это Сыны Проклятия Которые Вот этот Грех Тянут Верующих Это хоть где Это одинаковые названия Дальше Они то же самое Да-да То же самое Здесь мы полностью согласны Поставивши прямой путь Они заблудились Идя по следам Валаама Сына Восолова Который Возлюбил Сду Неправедную Это мы одинаково Понимаем все Что Я сего веровал Значит Иди путем Христов Дальше Он был облечен В своем беззаконии Бессловесная ослица И говорившая Человеческим голосом Остановила Безумие Норока Потом Это безводные источники Вот какие называются Безводные источники А воды нет Источник пыли Одна в колодце Облака Имблы Гонимой бурью Буря Гонят облака Это такие люди Которые грешат Вот вы сказали Он поверил Христов Ломал кровь Не верят Тебя грешит То же самое В короне Только на родственном языке Да То же самое Мы согласились Дальше Им приготовлены Помнишь Багарас Мы одинаково Здесь понимаем И что дальше Это безводные источники Ибо При износя Однодутые Пустословия Они уловляют Флотские похоти И разват Тех Которые Едва Отстали От находящихся В заблуждении То есть Они таких Увлекают Приучают Блудят Там Разные Страшные Грехи делают И что дальше Обещают им Свободу Будучи Сами Рабы Клиния Какой Какой Солоду Когда возмездие За грех Смерть Ты умрешь Какую Ты мне Свободу Можешь Дать Ленин Гитлер Сталин Ибо Кто Кем Побежден Тот Тому И раб То есть Грех Курит Наркотики Он Побежден Он не Может Без Это Или Отрясется Или Другой Есть Не Хочет Уже Чувствует Лишнее Поис Он Раб Отече Тогда Получается Что Единственное Что Крестьяне Почему Не Понимают Курат Из-за того Что Там Скажут Иисуса На кресте Не Будут Да Это Центральный Момент Главный Центральный Момент Не Искуплен Грех Только Остальное Повтор Искупление Прославление Творца Даша Ответ Будет Не Я Просто Забуду Нужно Я Дочитай Ибо Если Избегнувший Сквер Мира Избегли Перестали Делать Уверовал Во Христа Но не стал Ни пить Ни курить Ничего Дальше Что Ибо Если Избегнувший Сквер Мира Через Познание Господа Через Познание Я уверовал Господа Поверил Он умер За меня Я от всего Отстал Я в один день Отстал В одну минуту Я отстал От всего И спасителя Нашего Иисуса Христа Опять Запутывается Опять Начал Петь Вернулся Опять То же Самое Блудеть Пошли Потом Что И побеждаются Ими То последнее Бывает Для таковых Хуже Первого Лучше Бо им Лучше Лучше Бо им Не познать Пути Правля Нежели Познавши Возвратиться Назад От преданной Им Святой Заповедь Святая Заповедь Была Не греши Помогай Жертвы А потом И кто Это такие Люди Читают Да И Коран этому учит Что Творить надо Добро Подавать Милость Десятину Платить Дальше Что Теперь Ответ Маленький Но с ними Что случилось Но с ними Случаются Поверные Пословицы Пес Возвращается На свою Блевотину Блевотина Изо рта Вываля Собаки И вот такие Люди Он отрехся От этого Поверил во Христа А мыт кровью А теперь Развернулся Таких Много людей Много Это псы Потом И вымытая И вымытая Свинья Идет Волянцев Брезин Опять Ее вымыли Свиньи От скопления Это свиньи Это псы Вот и все Их не Жертва Христа Ни веры Ничего Не дает Сейчас Отец Можно Скажут Да Тогда Получается Что Вы смотрите Я здесь Тоже Не понимаю Перевод Например Про Иисуса Говорят Что Он Мы христиане Что Он Сын Божий Но я же Остальное Понимаю А остальное Уже смысла Да Пусть христиане Тоже Остальное В Коране Принимают Но просто Это место Не принимают Значит Ты остался Вольный Иисус Книг Книг Много Написано Христос Один Апостол Павел Говорит Очень Понимаете Да Вот я В Библии Понимаю Просто Я Вот эти Места Которые Там Я говорю Что Ну Он Может Виталий Перевереть Это Нельзя Перевести По-другому Это Уже Обман Перевод Я сказал Умер Или Не Умер Это Не Перевод Это Другая Другая Книга Это И Есть Вера Отец Это Самое Главное Виспоряжен Человеку А Какой Он Бог Внимательно 1 21 Послание Филиппистам 1 Глава 21 Стих Правда Не Считай А Как По-вашему Сейчас Минутка 21 Судить Нас Последний День Словом Иоанна 12 Глава 48 Стих По-слову Будем Судимы Слово Бога 21 Стих Послушайте Еще Один Стих Бог Будет Нас Спрашивать Хорошо Вы Которые Я вам Пасах За слово А Слово Куран Тоже Одно Предложение Прочитать И Для Меня Жизнь Христос И Смерть Преобратение Вот Это Никто Не Может Сказать Без Христа Смерть Преобратение Можно Еще раз Павел Я Разрешаю Разрешиться Я Хочу Разрешиться От Этого Тела Умереть Еще Раз Повторите Для Меня Жизнь Это Христос А Смерть Приобретение Мне Лучше Будет Чем Здесь Я Приобрету Больше Чем Здесь Я Хочу Умереть Чтобы Быть Со Христом Но Не Умираю Я Это Лучше Я Встречаюсь Беседую Преподаю Для Вас Лучше Чтобы Я Пока Еще Не Умер Слава Богу Что Вы Живой Что Вы А Можно Мы Перейдем К Другой Теме Если Вы Не Устали Еще Полчаса Время Мы Должны Мечей Пойти Взять Гостиницы Раздают Он Жду Сейчас А Да Да Что Интересно Христос Распят Даже Враги Христовы Это Знает Еврея Вы Правильно Распяли И вдруг Через 600 Это Он Не Умирал Такого Как Можно Сказать Что Что Христос Умер Это Знает Все Враги Везде Кресты Катопомба Христы Везде Кресты Везде Крестово Распят Христа Это Везде Знает Ну Евреи Это Не Друзья Христов Сохранился Приговор При Понтии Пилате Что Он Был Распят Это Анналы Сохранились Об этом Четыре Историка Так Дальше Первого Века Как Можно Писать Через 700 Лет Спустя И Говорят А он Не Умер Как Это Не Умер Да Пишет Тацит Об Плини Младший Пишет Об 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 Пишет Четыре Четыре Историка Римских Что Он Умер И Христиане Ему Поклоняются Хорошо Допустим Какая-то Вера Но Не Принимает Это Ну Так Уж Получилось При Этому Человек Он Живет По Всем Заповедям Библии Он Не Может Это Иисуса Иисус Для Него Это Жизнь Иисус Для Него Доправление Это Автоматически Спасется Иисус Него Спасение Я Верю Него Иисус Для Меня Это Настану Иисус Жизнь Как вы Говорите Без Него Я Не Могу Прийти К Богу Во Все Это Я Верю Но Я Просто Вот Так Получилось Но Я Никак Не Я Я Я Верю Я Прислушаюсь К Своей Душ И я верю, что он был распят. А верите, что он воскрес? Конечно, я верю в это. Но я допускаю, что есть другое мнение. И я считаю, что ее отношение к Иисусу, оно особое отношение. И то, что, допустим, такие, как Самира, не спасутся, я не верю в это. Потому что у нее настолько искренне, настолько большая любовь. То есть даже у рядового христианина не сможет быть такой любви. Поэтому я верю на 300 процентов, что это. У Крышида любовь, у буддиста любовь, у даосизма любовь, изнароскризма любовь. Везде любовь. То есть Купитель Христос один. Правильно. Он умер за грехи людей. Никто не умирал больше. Вот Сергей Зайтматов это и вывел. Он умер, он искупил меня. Можно еще скажу одну вещь, да? Пожалуйста. Иоанна 14,6. Игнат Тихонович, можно зачитать. Иоанна 14,6. Путь, истина и жизнь. Или процитировать. Путь, истина и жизнь. Я есть путь, Господь говорит, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я приняла это. Если я не приняла это, я... Я согласна, верно. Чафель это в переводе с арабского языка, это богохольство я тогда. Если я не приняла Иисуса как путь и истину, как, вот вы говорите, как там было сказано... Личного спасителя. Как личного моего спасителя. То есть я верю, что если бы Он не проповедовал бы Евангелие, тогда бы не было... Ну, во всяком случае, если бы я Куран не знала, если бы я знала бы только Евангелие, мне бы это было достаточно. Вы понимаете, да? Потому что я, если не буду верить в Иисуса как Спасителя, я буду богохольником. Правильно я сказала на русском? Да. Единственное только, вот я говорю, отличие, это вот это, вот этот момент. И поэтому я, честно говоря, не могу поверить, что вот только из-за этого может человек попасть. Хорошо. Теперь ответ. Хорошо. Я открыл Писание. Вы понимаете, что только из-за того, что я не могу поверить, что Иисус, именно на кресте умер, вот я в этом сомневаюсь, я не верю. Вот только из-за этого я попаду в Акад. А в остальное я все буду делать Аллахом. Ну, Аллахом, вы знаете, да, это народ, что Бог мой. Бог, Боже мой. Я остальное все буду делать, как ты, но ты просто... Я вот не была тогда, я не видела своими глазами. И вот я не знаю, я сомневаюсь очень, что ты мог позволить, чтобы Он на кресте страдал. Я все-таки верю в то, что ты Его тогда спас, а вместо Него кто-то другой умер. Я верю, что Он спасся из Христа. Вот так нас учит Куран. Понимаете? Вот этот момент, вот он отличает меня от христианина. А в остальном мы все совпадали. Я очень люблю ее. Такие были до Курана. Ну, почему я попаду в Акад. А еще можно, я хочу... Подождите, я сейчас... Ну, по одному нужно, Игнать Тихонович. Так, внимание сейчас. Такие люди, которые отвергали, они были с первого века. Да, я понимаю. Они творили добрые дела. Они делали все по-хорошему. Такие были иссеи, иссеи, секта иссеев. Вот вы изучаете. Христа они приняли как спасителя, остались на той же стороне. Нет, спасителя я же принимаю. Нет, который мои грехи взял на себя и умер. Мы должны... А меня же тогда не было отец Игнации. Я же сейчас живу. Чуть-чуть, остановитесь пока, ничего не говорите. Пять минут, посидите молча, помолитесь. Пусть не пять минут. Смотрите, вот сидят преступники, приговоренные к смертной казни. Такое можно проверить. И вдруг амнистия. Выходят все, кто поверил. Не выходят те, кто не поверил. Я считаю, что не может быть амнистия. Я преступник. Значит, он остается и будет казнен. Амнистия. Амнистия это прощение. Полное, абсолютное. Она разговаривает... Например, я слышал такое. Один продает яблоки на базаре. Он продавал, осталось у него там мешка полтора и не продал. Вот тогда люди подходят, он решил подешевле. Продавал его, допустим, по рублю, а решил по 80 копеек. Сколько? 80 копеек. Такие хорошие яблоки, 80 копеек. Вот он смеется. Следующий подходит. А этот мужик думает, наверное, надо дешевле. Он 50 копеек тогда решил. А 50 копеек вообще никто не берет. Что за яблоки такие? Они тебе еще отравленные, что ли? Он говорит, по 20 копеек. А потом видит, не берет. Он говорит, ну домой-то нести. Зачем мешки? Он говорит, забирайте даром. Никто не берет. Он тогда видит, ребятишки, говорит. А ну идите сюда, подошли. Ваня, тебе яблоки нужны? Нужны. Даром бери. Сколько он набрал за пахнутом? А может, я сбегаю за Нинкой? А то Нинка, а может, я побегу за той даром-то? Ребятишки мигом раскатали. Они поверили, они получили. А которые не поверили, они с тем уж и не учили. Люди не верят, что даром Бог дает. Он говорит, спасение даром. Бог милостивый, все время, говорит, милосердный. И Он отдал за нас Сына Своего Иисуса Христа. И верою мы, принимая Его, получаем ощущение от грехов. Это Божий план. Он даром. А далее, я очищен, могу ли я делать то, что делал. Вот до этого я, допустим, даже не делал. Я страшился. А когда я уверовал, моя жизнь в один день изменилась вот так. Я уже даже подумать не могу о том, что я что-то делал. Ну, маленько мы знаем. Да, понятно. Это святость. Осияло с неба меня. Христос умер. Он омыл меня кровью. Я себе не принадлежу. Я искупленным от этого мира. И смерть несет плоды. Написано. Что значит смерть? Я умирал. Я раздавал книги. Я помогал бедным. Когда я умер, смерть, это все теперь показывает. Оно приплывает ко мне. Вот твое перед Богом. У вас тоже написано, что после смерти твое добро к тебе вернется. Как вернется? Вон оно, что награда ожидает за все. У вас написано там. А только вернется то, что ты ради Бога потратил. Да. А у нас написано, я не видел глаз, не слышала уха, что Бог приготовил любящим его. Какое это царство? У них на стене написано, вот там на кухне, то же самое. Но я искупен кровью. Без крови нет прощения. Нет прощения. Во всем мире это так. Но хотела бы кое-что добавить. Дело в том, что почему так вы строги, как бы, вот, ну, допустим, к людям, которые не совсем это понимают? Потому что, как бы, я это почувствовала. То есть она, например, ну, важно, Самира или кто-либо другой, может быть, они хотели бы это понять, но они чего-то недопонимают. В чем их вина? Они искренне в своей так же верили. Я понял ответ. Я возвестил, еще не сказал, моя миссия закончена. Я сажусь и уезжаю. Ты на суде Божьем ответишь за неверие, что он дал спасение от дара, умер за грехи людей, а ты надеялся на добрые дела, на милосердие. Моя миссия закончена. Прича Христос говорит, идите, зовите на брачный пир. Я это выполняю. Два старая глава, Евангелие от Матвей. Я зову, а люди не принимают. И написано, кому голову разбили, кого убили. А Господь тогда послал других, а этот город сжег огнем. Идите, говорит, по изгородям, везде соберите, хромых, слепых, убогих. Зовите на брачный пир. Отец даром зовет на брачный пир. И они не пришли. И они еще разбили голову посланникам. Это притча написана, Евангелие от Матвей. Так я говорю? Так, все. Я возвестил, а он пришел, допустим, вы не скажете. Она не скажет. Но у меня было в жизни такое. Я прошел слишком сложный путь. Я в пяти тюрьмах только отбывал, за слово Божие. В лагере смерти был. Я знаю, о чем говорю. Но для меня это все в радость. Я со Христом буду. Поэтому радость спасения, она других заселит. Я пришел, а они все понимают. Я от нее ничего не спрыл. Я считаю себя счастливым сегодняшним днем, что позволил Господь мне ее увидеть. Для меня она родная, близкая. Я возвестил. Она не приняла. Я буду только плакать и молиться, чтобы ей Бог открыл, чтобы она стала Валентиной. Бендуз Майлен говорил спасибо отец Абнатии. Ради Бога. Моя любовь ее не смущает. Она моя любовь искрена. Божественная. У нас отношения всю жизнь были. Бендуз Майлен говорил, что какие бы веры ни были, если человек очень порядочный, помнишь, нравственный, и он так умирает, все. Это самое главное перед Богом. Главное, чтобы человек был высоконравственным. Тогда не надо спасения. Главное для нас это спасение во Христе и быть нравственным во Христе. Ради его. А ради себя, если верить, для любой коммуниста она вера в Бога вообще не нужна. Лишь бы был нравственным. Коммунисты многие были нравственные. Фашисты нравственные были. А есть ли отец Абнатий нравственные не во Христе, а, например, в Мухаммеде? Нет, скажи. Или в Моисеи, и у людей, например, в Моисеи верят так сильно, как мы, например, в Иисуса. У них другое, например, есть. Например, у кришнаитов, у них есть кришна. Абнатий сказал, Саверочка, Саверочка, сказали, все отсекается, только во Христе. Все. А Бог же говорит, что у вас всех прав уродов нет. Ну, это мнение их, да, Саверочка? А, все, я понимаю. Это мнение их. Это мнение людей, которые служат не Бога, а что скажут лукавые. Ну, сейчас маленечко прочитаем еще. Главный стих, прочитай, 16-й стих. 16-й и дальше. Третья глава, это называется Библия в миниатюре. Это Солнце Вселенной. Главный стих Библии. Ибо так возлюбил Бог мир. Так, обожди. Вы верите, что Бог любит? Конечно. Да. Но в чем любовь? Теперь смотри, в чем любовь. Тут мы первую строчку восприняли одинаково. Дальше. Здесь какая-то звездочка, смотрите, примечание на странице редактора. Что за примечание, не знаем. Видимо, в переводе. Да. Который говорит, что отдал Сына, может быть, по пятому, своего ведера родного, дабы всякий верующий в Него, Иисусе, не погиб, не иметь жизнь вечную. Ничего не надо больше. Я уверовал и имею жизнь вечную. Я верую и имею вечную жизнь. Да, имею свечную. Даром, даром Бог дал. Потому что он грехи взял на себя. Возьмите за грех смерть, потом он любит. Вы не видите мои глаза, что я верю в Него? Так, Даша. Слишком серьезно, не смеяться. Я радуюсь, поэтому не совсем знаете. От радости, не веру во мне. Посчитай дальше. Умнося. А как можно не радоваться? А дальше, здесь 17-й. Ибо не послал Бог, так, извиняюсь, Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, и чтобы мир спасен был через Него. Через Него. Другого нет, или и по небу, данного человека. Вот это вот я не узнала. Ну, вот такое. Я, главное, засвидетельствую. Евангелие у вас лежало. Отдите, знаете, извините, родной. Посмотрите, а Иисус же, Мирину, говорил, что Я пришел не чтобы отвергнуть всех пророков, а чтобы утвердить их. Вот не утвердить, а исполнить. Исполнить. Обещано. Он и исполнил. Он пришел исполнить, но не мы. На нас невозможно, нам это невозможно исполнить. Если Он исполнил, значит, Он и нам заповедовал, чтобы исполнить. Он говорит, исполнить. Я один человек, закон Божий не исполнил, и Он не исполнил никогда. Насколько может? Вот такого нету. Такой веры. Всем умом, всем сердцем. Нет, давайте не уйдем. А что означает? Все, 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 все. Иисус сказал, что я пришел, чтобы не нарушить пророков, которые были, и те законы, которые они проповедовали, а чтобы исполнить те закона, которые они проповедовали. То есть Иисус сам принимал и верил тех пророков, которые были до... Сейчас мы прочитаем дальше, ты считай пока. Что именно Христос ведет в виду дальше? Ибо всякий, делающий злой, ненавидит Свету. Который ненавидит Свету, он ненавидит все свои выдумки подставляет, там как-то спасет. И не идет к Свету, чтобы не обличились, как я люблю это Сею. Вот эти дела, которые человек делает, он верующий вроде делает, но когда он верует, он в ужасе. Это я считал себя хорошим, считал верующим. Я встречал людей с разных мер, когда они во Христа уверовали, омытые кровью Христа. И они говорят, я вчера считал себя нравственным. Я еду с режиссером. Карен Геваркян. Он режиссер настоящий. Отец Игнатий, может до конца вычитать? Он и не знает, может быть. До конца. И он, когда это слышит, он говорит, а как вы считаете? А ему, это мой возраст. Я нравственный? Я говорю, более безнравственный я не встречал человека. Он сразу телефонил в Санкт-Петербург. Журнал. Меня тут считают самым последним идиотом таким. Я говорю, Библия говорит. И наконец он успокоился, а меня у меня и давай целовать. Он режиссер, слишком много знает. И это знание мешает ему прийти. Знание должно быть в том, что я просчитал, мне знание дано буквы собирать. И я поверил. Дальше Вера. Он умер за меня. Он освободил меня. Я свободный. И теперь во Христе я могу делать только то, что он заповедал мне делать. У меня другие чувства, другие настроения, намерения. Вот она сегодня идет и рассказывает одно дело. Я остановился и говорю, Сангер, давай поможем с этого. Почему? А там внутренний мой человек соединяется со Христом. И у меня такие чувства, как во Христе, в нем. А человек, который слушал, он даже умом не пошевелит. Засчитай дальше теперь. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Вот так. Почему злые люди не идут? Ему она раскается. Женщина-блудница пришла, она распустила волосы и в мир воздевала, ноги Христа утирала и плакала. А Господь говорит, иди, грехи твои прощаются. Как стали раптать, они не знают, что ты искупитель, и он умер за ее. Вот что нам нужно. Нам нужен Христос в жизни. Без Христа жизнь пустая совершенно. Все правильно, Николай. Спасибо. 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 Спасибо.